Ребята заходят в пункт проведения экзамена с соблюдением социальной дистанции. Размерка на входе уже... Это исключит скучность. Теперь только по одному. В этом году ЕГЭ проведут с особой серьезностью, соблюдая дистанцию. Во всех пунктах теперь пропускной режим. Участники будут приглашаться в пункт проведения экзамена по графику, который определен заранее и будет направлен детям. То есть они приходят в определенное для них время. Вход в пункт проведения экзамена будет осуществляться по разметке. Все, кто 3 июля придет сюда на экзамен, пройдут три зоны. На каждом этаже соответственно. На первом – с измерением температуры. На втором – с металлоискателями и специальными септическими ковриками. После них ученик попадает в так называемую санитарную зону. Снова обрабатывает руки, заходит в кабинет. И теперь, согласно новому постановлению, на экзамене он будет сидеть без перчаток и маски. Во всем остальном ЕГЭ ничем не будет отличаться от всем нам знакомой процедуры. В аудиториях учащихся и экзаменаторов рассладят по 8 человек с дистанции в полтора метра. А вот наблюдатели будут за происходящим следить онлайн. В этом году больше даже наблюдателей, на 20%, почти 1300 человек в школу, во всех центрах приема и экзамена, но они не находятся непосредственно в аудиториях. В коридорах, в штабе. В этом году из краевого бюджета выделили около 40 миллионов рублей на организацию и подготовку экзамена, покупку следств дезинфекции и защиты. А вот число сдающих ЕГЭ сократилось. Около 3000 учеников от тестирования отказались, что в разы упростило подготовку. Между тем, помимо учебных заведений, уже готовят места для сдачи ЕГЭ на базе детских больниц и на дому. Говорят, каждый такой пункт будет подвергаться тщательной обработке. Вечером, накануне экзамена, проводится генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Далее обработка происходит бактерицидными лампами после того, как прогенералили. И утром, все это закрывается, и утром перед экзаменом проводится проветривание аудитории. То есть ребята приходят в чистую, стерильную аудиторию. Такие меры, по словам чиновников и педагогов, позволят минимизировать вероятность заражения коронавирусом. Так что переживать и волноваться еще и по этому поводу не надо. В такой ситуации можно найти и положительный момент. На подготовку к ЕГЭ нынче у сдающих гораздо больше времени, чем у предшественников. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День Столка.